Моя девчонка Моя девчонка Моя девчонка Моя девчонка В ванной комнате квартиры номер 43, где я жил отъезда. Всё, что найдёшь, привези в целости и сохранности. Иду тебя, моя золотка, твой папа при Сирман. Иду тебя, моё золотко, твой папа при Сирман. Клад! Клад! В квартире 43. Я знаю, я знаю, я знаю, это квартира прапорщика Садова, тётя Нины и Пашки. Как же нам попасть-то туда, а? Ты чё, дурак? Это же твоя квартира. Твоя квартира? А как там родичей? Родичей оттуда вытворить, а? Есть одна идея. Да, товарищ комбат, к вам на дачу в Жупалово с женой. Есть, товарищ комбат, есть. Будем, будем, ага. Вина, вина! Сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, слушай, а! Нас товарищ комбат себе на дачу в Жупалово погостить зовёт. Ха-ха-ха, ну зачем комбат у нас с тобой звать в Жупалово на подачу? Слушай, Нина, ротик, закрой-ка, а! Комбаток, прищёлкни-ка! Приказ есть, приказ. Давай, собирайся, собирайся. Хорошо. А Пашу мы с кем оставим? С кем? С таракадами. Немаленький не пропадёт. Собирайся, я тебя прошу. Заходим, вздыхать, Нина, а, я тебе сказала. Ай, давай, 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 давай. Боже мой, ты какой! А-а-а! Представляй-ка, сейчас Жупалово. Ой, а ты куда? Как куда? Куда? На электричку. Цирк на колёса. На колёсах мы теперь. Ой, мамочки, я сейчас жупалово погорел. У нас машина не передовывается, а? От зависти, а! Да. Давай, давай. Ох, утро какое, а! Встречает нас. А мы на машине. Прохладный. Большая такая. Боже, ты просто талант. Ага. Я ещё могу, толстым носорога, говорить. Надо долбить пол. А ты думаешь, он в полу? Ну, а где ещё? Конечно, в полу. Долби. А ты думаешь, клад в стене? Ну, не в полу же, а... Давай, толби. Всё. Всё. Понимаешь, всё. Жизнь закончилась. Ванну всё разломали. Клады не нашли. Я... Батя тебя убьёт. Понимаешь ты? Не убьёт! Убьёт! Не убьёт он тебя! Никто тебя не убьёт! Я... Я... Сделаю тебе алиби. Сними очки. Я тебя... Понял. Бобби. Хорошо, всегда. Тебе ищи. И зовут в жизни моё лицо. И лицо комбат. Так он приехал к нему на ночью, а он там с любовницей развлекается. Дальше... Я узнаю, что я это шутка. И от дула запихаюсь. Нет, я лучше... С задницей привяжу ракету. Земля, земля, помойная лужа. И светиль. Подожгу. Да. Правильно. Устроим. Ладно. Устроим. Ой, господи, сыночек. Кто тебя такой? Кто? Что такое? Ой, папа, папа. Я сидел, ладно, уроки делал. Ничего не предвещало опасности. И вдруг ворвались десять захватчиков в чёрных полумасках. Как давай меня дубинами охаживать. Я до последнего сопротивлялся. Но один сбил меня с ног. И они как... Давай, главное, квартиру грабить. Вот, зараза. Вот, дрянь. Что это делается? Вот, для чего они нас нададут, что выберли, а? Дебил, конечно, мальца-то каждый обидеть может, а? Да, Вадя, зачем вас грабить? Мы же голь перекатаны. Они, наверное, нас перепутали. Да, перепутали. Вот тебе перепутали. Нет, точно перепутали, а? Точно, у нас же дегенерация, квартира-то. Десять лет назад менялась. Точно перепутали. Дегенерация у нас. Перевешивались. А что же мы стоим? От этого ребёнка-то не легче. Домочи полотенце в ванну, сходи. Сынок, я сейчас домочу полотенце. Ты уж держись. Ты уж, сынок, держись. Держись, сынок. Давай, держись. Давай, Вася. Я забыл, что делал там. А, полотенце, намочил. А, да, сынок, портенце. Ты у нас как-то ужин наглубь. А, а! Нина, полотенце я не смог намочить. Не смог, потому как нет у нас больше, Нина, в ванной. В туалет ходил. Так, согласно схеме домоуправления, квартира, которая раньше была за номером 43, теперь значится под номером 35. Это я понял, ну и что с того? Она принадлежит семье Тракторенко. Семье Тракторенко? Петр Семенович с женой и сыном. Как же так попасть в квартиру Тракторенко? Это Сережа, ты дурак? Почему? Твоя квартира. Это же моя квартира. Моя. Тогда, Дизель, по старой схеме. Точно. Спасибо. Поняла, поняла. Мы будем, будем. Спасибо. Петя, Петя! Березиночка! Черт тебя подерет. Петя, собирайся, мы едем на дачу к министру здравоохранения. Резиночка, попроси ради бога. А зачем? Петя, а зачем вообще? Люди отдыхают, а? Ездят на даче. Пить водку есть, там, шашлыхи. Ты не поняла, зачем министру назвать на дачу? Петя, а немного вопросов, а? Это не твое уже дело. Я с министром знакома со студенческой скамьи. Петя, одевайся в спортивное. Одевайся быстрее, иди. Быстрее, Петя, одевайся в спортивное. Ну, кого хотят ждать, а? Ага, быстрее тебя. О, извините, Семечка, быстрее тебя. Как же, Сереж? Как же, как же? Справится немаленький. Ну, все же, я маленький пыль. Черт. Все. Клада нет. Ванная разгромлена. Мама меня убьет. Еще. У тебя есть настоящий друг. Я сделаю тебе алиби. Причем с удовольствием. Только аккуратно. Только размечусь. Держи. Да, выходи, Петя. Выходи уже. Припал мне все нервы у меня. Почему? Объясни. Он спросил, а вы, собственно, кто? Ну, здесь, здесь, Семечка, Боргартикова. Но есть хорошая поговорка. Со свиным рылом калашный ряд мне не сказал. Ну, кого это свиное рыло, Петя, а? Я имею в виду, что взгляд, ты меня с собой взяла. Очень. Давай, давай. Сереженька. Сереженька, что с тобой, а? Тридцей лет. Чек десять. Черных полумасках. Начали меня ксирить по морде на гаве. Ты развяжи-ка, сын, а я принесу аптечку. Где аптечка, а? В ванной. В ванной. Зла не хватает, а? Вот что скажи мне, а? Что эти бандиты в полумасках в нашей ванне делали, а? Не знаю. Может быть, искали клад. Клад, а? Ну, какой клад, скажи мне, а? Ну, какой клад, Петя? Наш дом, слава богу, был построен после революции семнадцатого года. Ну и что? Ну и что? Миллионеры были и после революции. Подпольные? Ну, миллионеры. Какие миллионеры, Нина? Чё ты меня сдышь-то? Какие миллионеры-то, а? Значит, на то пошло, хотя бы для термана. Он был миллионер. Подпольный, но миллионер. Он прессировал юбки у себя в ванной. Неплохие, между прочим, деньги зарабатывал. Как? В ванной, Нина? Да, в ванной комнате. Он потом в Израиль уехал. А где он жил тогда? Ну, вот в той квартире, где сейчас Пастушенко со Степаном жилут. Нина. Что? Нам надо срочно помыться в квартире Пастушенко. Как король лев смотрелся смешно. Ну, значит, где вы? По поступившему анонимному сигналу в вашей квартире, предположительно, в ванной комнате, спрятан клад. Большой ценности, принадлежащий государству. Я не убравил, я констатирую. Это, я извиняюсь, какой же дурак спрятал клад, принадлежащий государству, у меня в ванне? Отвечаю. Проживавший ранее в этой квартире подпольный миллионер Плессерман. А он, значит, эти бабки у государства украл, да? Нет, он эти деньги честно заработал, продавая плессированные юбки. А теперь этот клад принадлежит мне как государству. Я его пока весь возьму, государству передам. Вам, честно, 25 процентов. А, я зарос извиняюсь, хотелось бы найти там в этом кладе бышущую кучу дерьма. Непонятно. Ну, чтобы 75 процентов этого дерьма удать государству. Туйся вам. Все смешно. Вообще, мы вас в ванну не пустим, потому что вы маньяк сексуальный. Это еще не доказано. А, в следующий раз я попреду с ордером на обыск. Странный я человек. С ордером попреду. Я не пугаю. Предупреждаю. Я. Ну, че звал? Друг так называли. Че звал, че звал? Смотри, я обработал письмо в компьютере. Ну, и че? Я понял, почему мы клад не можем найти. Понял? Чикаго Бенщи, Чикаго Бенщи. Ты же, 43. Да, 43. 43. Нет, нет. Это 48. Милости просим. Восьмерка подстеркнулась. Ну, что? Ну, что? А в квартире 48 живут Пастушенко и Степан. Ну, что? Отец красавчика. О. Здравствуй, ребята. Здоровее не дали. Здравствуйте. Шо, как говорится, надо? Значит так, еба. У нас, как известно, ванна сломана. Да, это все ерунда. У нас ванна сломана. Подтверждать я это, да? Подтверждаю. Но у нас-то, положим, ванна сломана раньше, чем у вас. Нина, подтверждай. Да, налетели бандиты в черных полумасках. Десять человек. И что из этого следует, да, скажите мне? А то, что мы с... Нином. Не, грязнее. Подтверждай, Нина, да? Да, от нас уже воняет. Да, о. Фу, я очень извиняюсь. А вот нас-то за Степаном, шо надо? Так, непонятки у нас. Помыться хотим. Помыться? У нас вам этого не удастся, Георгий. Мы все шумные затеяли эту... Постяружку там, носочки, портюшки. В ближайшую неделю в ванну в госадь и лопать. А, хорошо, там хотя бы высморкаться. Нага, нага. 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 Нага, я жарался, то на мотору в госадь. Слушайте, я шо думаю, если сам сзаду к нам в ванну мыться намынулся, а значит, у нас действительно клад есть. Птичка. Стой, пицца Василия! Погодь! Стой! Поскольку три четверти квартиры морей, клад на три четверти морей. Ванна у нас, между прочим, пополам поделена, поэтому шестьдесят процентов морей. Когда ты в последний раз-то у ванны мылся, вонючка. Я не мылся, может быть. А вообще, воду люблю, там, в виде водопадов, там. Отдай-ка. Я же тебя тоже, Илюша. Отстойте, 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 отстойте. Чего звали, а? Да у нас к тебе дело на сто баксов. Нужно одну штучку из твоей ванны вытащить. Какую это штучку? Какая тебе разница-то? Старые никому не нужны портфель. Ага. Портфель. Не, не могу. В этом подселе батя с Пастушенко клад нашли. Теперь стражат. До утра сидеть будут. А вы, значит, за сто баксов хотели у меня клад забрать, да? Ну ладно. Это, ну, раз знаешь. Тридцать процентов. Ну тридцать процентов тебе, а? Спасибо, друзья. Я и без вас справлюсь. Не справишься, не справишься. Потому что снотворное для твоего бать и Пастушенко. Только у меня есть. А сбыть бриллианты могу только я. Через своих друзей скупчиков краденого. Через интернет. Ладно. Договорились. Утром встретимся. Отпасу тебе, милиция. Иду убить сейчас. Я спрячу. Почему ты? Я честно спрячу. Я смотрю его. Спрячу. Иди, отвори. Уже есть. Разбивался. Добрый день. Упримый вы народ. Я обещал, что приду с ордером. Я пришел с ордером. Сами отдадите. Или мне себя забрать. Пускай я сам выбираю. Забирайте сами. У нищих в клуб нет. Ну, ну, сами так сами. Ой, вот напоминаю, что по уголовному кодексу УК за укрывательство кладок, который я сейчас найду, вам полагается по 17, да, думаю, лет тюрьмы, носа на насилие, в камере, все такое. Все странные люди. Да, захожу. Да, захожу. Проскукиваю по помещение. Родилась шутка. Кто там? Плакет шутить. О-о-о. По портфель. О-о-о. Внутри что-то тяжелое. Открываю. Понятые не нужны. А, открыл. Кирпич. Ха-ха-ха. Стало быть, брешет твой анонимный автор насчет клада, а? Стало быть, брешет. Ну, так-так-так-так, придержите, с этим вам извинения, и покиньте частное владение. Да. Извинения, стало быть, приношу. По портфель оставляю. Владение частное покидаю. Странный я человек. Здорово ты, брешет, что придумал. Отложи, гейтинг, кинул, видела. Ну, в боевике завтра. Морцы, вы и бумажника моего случайно не видели? С фоткой и письмом не отъявили. Понятно. Это... Что? Где? Дорогой папа, клада твоего я в войне не нашел. Потому и не спешу приезжать. Сейчас у меня очень важные дела на Канарах. Береги себя, твой сын Лёва. прохит. Субтитрыíll Продолжение следует...